Мою сегодняшнюю гостью нельзя представить одним словом. Мне кажется, что она сама, в общем, не может дать определение достаточно лаконичное тому, что она делает. Светлана Сурганова у меня сегодня в горстях, и мы сегодня попытаемся выяснить, кто же она. Добрый вечер. Здравствуйте, Женя. Добрый вечер. Не знаю, поэт, если одним словом. Женя, мне очень нравится, что вы сказали певец и поэт, а не певица и поэтесса. Это уже ласкает слух. Ну, я персонаж. Ага, вот так вот. Я бы, если вы просите одним словом, я персонаж. Это очень удобно устроить, это очень удобно, потому что спрос на самом деле с персонажем может быть за какой-то контент. Да, есть контент в человеке или нет, это ведь не искусствоведы определяет, это определяет аудитория, публика. Наверное. Есть какое-то содержание. Когда вы для себя поняли, что у вас есть, ну, то, что называется, slow message, русским, как говорит ваш любимый Борис Грибинчиков, русским slow message. Когда вы поняли, что у вас есть некое послание, которым вы можете или должны поделиться? Я в процессе понимания этого месседжа. А, вот так вот. То есть это еще все происходит. То есть он все пытается меня убедить, что я имею право заниматься тем, чем я занимаюсь, и что я должна, наверное, быть более публичной, чем есть. Хотя это, ну, совершенно не мое. Жень, может, не поверите, но это так. Не, не поверю. Это все очень, ну, вот не мое. Нет, ну, вы достаточно много и достаточно откровенно беседуете с моими коллегами, журналистами на разных каналах. И как раз вот не складывается впечатление, что вы избегаете общения с Меликой. Ну, мне его настоятельно предлагают по просьбе моего директората. Вы крайне редко соглашаетесь. Большое спасибо, что вы у нас сегодня вечером. Ну, потому что, мое убеждение, человек имеет право говорить, когда у него действительно есть что сказать. А за этим должен быть опыт, основательность. Ну, вот мне кажется, что я еще, наверное, не набрала нужное количество баллов. Вот здесь бы я поспорил насчет опыта и основательности. Смотрите, ведь есть масса примеров, когда в жанрах, схожих с вашим, ну, скажем так, в рок-музыке, люди делали рывок в очень-очень молодом возрасте. Битлз, Роллинг Стоунс, они в 20 лет сказали столько, и потом уже они набирались опыта, мастерства и профессионализма. А вот, по-моему, утратили вот то, что было в самом начале какой-то вот посыл. Вам не кажется, что не от опыта это зависит, а от того, что вот дается откуда-то? Мне кажется, у каждого свой путь, разные пути. Может быть, вот такой молноеносный, может быть, очень поступательный, постепенный, требующий накопления и опыта, и знаний. У меня, скорее всего, второй путь, второй вариант пути, да. А как вы, я у всех спрашиваю музыкантов, сочинителей, вы как работаете? Вы работаете, вот решаете, мне надо написать сегодня песню, куплет, там, не знаю, что-то. Или вас прошибает вдохновение, это может случиться, застать вас в любом месте. Вот, каков у вас механизм производства продукта, скажем так, бульгарно? Ну, меня точно нельзя назвать фабрикой по производству песен. Вот, и тут какого-то определенного рецепта точно не существует. Я прислушиваюсь к себе, если какая-то строчка, вдруг словосочетание меня само цепляет, я начинаю потихонечку ее раскручивать, или как снежный ком на нее. Эта строчка в голове возникает, или вы можете что-то услышать где-то? Что-то услышать, что-то прочитать. Это, безусловно, какая-то рефлексия на то, что происходит внутри и вне. Какого-то готового рецепта и постоянного рецепта возникновения песен, конечно, не существует. Все очень по-разному. Но единственное, что я начала замечать годами, со временем, что мне, наверное, таким обязательным условием нужно одиночество. Одиночество. То есть вам музы не нужны? Часов, несколько, желательно, дней. Муза всегда во мне, просто суета-суета, ее как-то не дает ей высказаться, а мне не дает возможности зафиксировать. Я думаю, что это, конечно, отчасти отговорка, какое-то моя несобранность и ление, но одиночество, да, помогает. Кто первым, как правило, слышит новый материал? Ну, раньше это были мама-бабушка, сейчас... Ну, это раньше, это вот в 14 лет, когда вы только начинали. Ну да, только начинали, да, все это в юном-в юном возрасте. Да, я вот про текущий, скажем так. Сейчас, ну, это, конечно, друзья, близкие, вот. А кто у Сургановой близкие друзья? Пофамильно? Весь список? Ну, кого-то вы можете назвать, но не весь список. Кто первым приходит в голову, когда вот вы говорите друзья, кто возникает у вас в голове, какой телефонный номер всплывает? Ну, я оставлю это при себе. Хорошо, нет вопросов. Ну, кстати, первым бы номером я поставила мою маму, мы с ней действительно друзья, и она действительно очень часто является первым слушателем до сих пор и по сей день моих песен. У вас в Крокусе 10 апреля будет большой концерт. Да. Там будет что-то новое? Ну, я очень надеюсь, что мои планы не сорвутся, ничто не помешает их озвучить. Да, я хочу исполнить некоторое количество песен, которые еще не были опубликованы. Я хочу исполнить песни, которые уже были давно написаны, но тоже не опубликованы, но в совершенно неожиданных аранжировках. Ну, планы, 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 планы. А вы сейчас что-то можете продемонстрировать нашим зрителям, то, что не было опубликовано? Ну да. Да, давайте. Давайте. У нас неожиданно в кустах оказался инструмент. Так, это рояль. Да. А у меня в кармане совершенно неожиданно оказался медиатор. Что это будет, во-первых, в том, что мы услышим? Это песня, как раз написанная в такой короткий период моего одиночества. Я сбежала от всех. В Прибалтику, в Каугари. Не путайте с Каугарием. Надеюсь, это летом было? Ну, где-то, да, там, лето, осень. Да. Добуду слов, чтоб не забыть. Забуду сном, чтобы уплыть к тем берегам, Которым счета нет, где смыт волн мою след. Доверю ветру паруса. Тугой пусть сделает их грудь. Мой путь, как скомканный листок черновекам. Да ну и пусть меня научат небеса, и я сюда вернусь. Когда замкнется круг, затопит все мои причалы, Он даст мне знак уйти, а значит, все начать сначала. Тогда я стану ветром, тогда я стану ветром В твоих незаплетенных волосах. Узнаю, как тут дальше жить, Как эту реку переплыть, И переплавить боль бессмыслиться в строку. Да я смогу, к твоей душе, как и тогда. Ведет крутых ступеней спуск, Мой путь, как стоптанный подошвы на гата. Да ну и пусть меня подхватят небеса, И я сюда вернусь. Когда замкнется круг, затопит все мои причалы, Он даст мне знак уйти, а значит, все начать сначала. Тогда я стану ветром, тогда я стану ветром В твоих незаплетенных волосах. Тогда я, слышишь, стану ветром, Тогда я точно стану ветром В твоих незаплетенных волосах. Спасибо. Мне понравилось. А вот кто, кому вы обращались? Чьи незаплетенные волосы? Когда вы, вот сейчас, не когда вы писали эту песню, Вот сейчас вы, вам надо кому-то обращаться? Или вы просто... Ну да, это всегда... Не всегда и не у всех. Либо диалог. Не всегда и не у всех. Это я, да, вы говорите, что всегда это значит у вас всегда. У меня все очень персонализировано, Хотя, как бы, персонаж, к которому я обращаюсь, Он может быть не буквальным, а собирательным образом. Да, волосы могут быть запрещены, да, я понимаю. Но все равно это вот обращение. Это вещь 10 апреля в Крокусе будет исполнена? Ну да, я очень надеюсь, что мы успеем саранжировать И исполнить, как задумывается. Вообще, музыканты говорят, что обычно проблема с концертами, Что зрители, как правило, хотят уже вещи опробированные слышать. Что на концертах они новый материал не очень хорошо воспринимают. У вас в этом смысле те же стандарты? Или у вас аудитория какая-то более продвинутая за счет того, Что вы продвинутый музыкант? Ну, я признаюсь, эту песню я уже исполняла вот так вот в акустике. Ее хочется преподнести уже в аранжировке. Что значит опробированные? То есть те, которые уже на носителях, которые уже прозвучали на радио. Да, вот они готовы подпевать, условно говоря, новый материал. Нет, это же очень интересно смотреть на реакцию публики, Вот исполнять новую песню, это вообще отдельное событие. У меня не так много сейчас новых песен, И поэтому мне тут нечем похвастаться, у меня мало опыта в исполнении новых песен. Но когда это происходит, мне очень важна реакция зала. И ты понимаешь, как бы песня будет жить, не будет жить, И вообще стоит ли продолжать эту историю, стоит ли ее аранжировать. Ну, в общем, тут... То есть вы артист, который ориентируется... Прислушивается, так скажем, к реакции зрителя. Вам обратная связь важна? Ну, да, не без этого. Мы сейчас к этому вернемся, у меня просто пока мы не ушли от инструмента, Вопрос про гитару, откуда она, что это за гитара, как давно вы на ней... Я вот сейчас первый раз на ней вам сыграла, Я первый раз ее держу в руках, Это мой знакомый художник, москвич, предоставил, Константин. Это его личный инструмент, немножечко травмированный, Но очень красивый, тут гриф с инкрустацией, и если я правильно поняла из его рассказа, Александр Барыкин на ней еще играл. Да? Я просто вот понял, что вроде не видел вас с этим инструментом, Поэтому решил поинтересоваться. У вас есть любимая гитара? Да, у меня сейчас маленькая, уютная гитара, называется Fender, Акустика шестистронная, с датчиком, я сейчас даю концерт, играю, На ней она очень, вот она уютная, вот есть очень уютные инструменты, Прямо по рукам, у меня руки маленькие, я сама миниатюрная, И вот этот инструмент для меня даже великоват, Сейчас мне приходилось бороться с ним немножко. Это не было заметно. А вам дарили когда-нибудь инструменты, или вы покупаете? Да, у меня была чудесная история, мне подарили скрипку. Я давно мечтала о чешской скрипке, чешского мастера. Вот, до этого я играла всю жизнь на подростковом инструменте, Там вот есть восьмушечки, три четверти, половинки и целые скрипочки. У меня был такой недоросточек, недоцелая скрипка. Вот, и хороший заводской инструмент конца 19 века, немец. Но я немножко ее переросла, и эмоционально, и по рукам. И много лет мечтала о мастеровом чешском инструменте. Поклонники мне подарили. А гитара, когда появилась? Ну, как у всех, там, в 13-14 лет, сосед за ценой, там, или одноклассники уже на тот момент, Начинают мальчишки бренчать что-то. Вот, я чистая из зависти. Думаю, как же так? Вот, Лешка Анисифуров играет, а я нет. Вот, взяла и научилась. А поскольку моя природная лень не дала мне изучать наших классиков, бардов, И разучивать песни Акуджавы, Высоцкого, вот, я начала... Мне было проще самой написать песню. Вот так началось мое сученительство. Вы знаете, я несколько раз в этой студии беседовал с Женей Маргульсом, И он никогда не произносит название машины времени. Он говорит всегда, когда надо про машину времени, говорит, мой предыдущий оркестр говорит о машину времени. В вашем случае, это ночные снайперы, это тот коллектив, в котором вы, ну, прославились и приобрели звездный статус. Но при этом, до этого вы ведь играли в нескольких командах, да, там была и лига, и нечто новое. Ну, это совсем юное такое, совсем... Ну, это было как минимум, по-моему, 3-4 коллектива, да, вот... Ну, двумя ограничимся, да. Это нечто иное? Нечто иное, да, и лига. Лига, это совсем, по-моему, еще даже школьная история. А потом в медучилище и знакомство Петра Малаховского вылилось в создание группы «Нечто иное». С Петром мы до сих пор сотрудничаем, он очень талантливый, на мой взгляд, и мой вкус, музыкант, и я многие песни, ну, по крайней мере, его музыкальные идеи многие использую. Я... к чему этот вопрос? Я вот как раз хотел спросить, с кем вы поддерживаете отношения из музыкантов, с которыми вот начинали? Ну, вот Петр Малаховский в первую очередь. Да, да. Остальные просто... вы даже не следите за ними, где и что они. Ну, я еще хочу назвать одно имя. Человек не занимается, так скажем, профессионально музыкой, но чудесно исполняет свои авторские песни. Это Евгения Венлик, питерская наша композитор-поэт. И у нее чудесные есть музыкальные трактовки стихов Гиппиус, Цветаева и Маяковского. Вот мы с ней тоже очень много лет дружны. Читал в одном из интервью, что вы возите с собой какой-то медицинский саквоэш. Я просто помню, что Маргулис в свои времена, он постоянно возил саквоэш, но он-то лечил от кожных генераллогических заболеваний своих товарищей. Потому что такое время было, 70-е. Вы-то его не застали. Зачем вы возите саквоэш медицинский? Кого вы и от чего лечите? Да, ну, всякие простудные, всякие какие-то, может быть, царапины. Мелочь. Ну, вот иногда просто в аптеку некогда сходить. Концерт-переезд, переезд-концерт. И иногда очень-очень поздно все заканчивается, приезжаешь, аптеки еще закрыты. Поэтому у меня всегда с собой такой дежурный набор. Что-нибудь обезболивающее, сердечное, противовоспалительное и противогриппозное. Все. А вы по специализации были педиатрами, если я правильно помню. Ну, это так меня не коснулось, это специализация в прямом смысле. Но я закончила институт и стала сама пациенткой. Вот, профессиональный пациент. Да, вы стали пациенткой. И вы очень тепло всегда говорите и про маму, и сегодня упомянули ее. И, в общем, вы детский врач по специализации. Ну, а тогда, может быть, у вас есть желание... Вы все время говорите про опыт, как будто вы в процессе набора этого опыта. При этом вы ведь, в общем-то, музыкант с авторитетом. Человек, как... Вы для многих гуру. То есть, человек, на которого выравняется. Ну, я сама вечный ученик. Это обычная история, кстати. С гурами так обычно не встречается. Да, да, Борис Кремичков тоже любит повторять, что он вечный ученик. Нет желания вам создать, ну, условно, условно очень говоря, свою школу. То есть, кого-то, чтобы у вас были, ну, подражатели, ученики. Такого нет желания? Вам не хочется? Желания такого нет. Но мне кажется, кому надо, он и так берет. Вот. У меня были свои тоже учителя и есть учителя. Но они не создают своих школ. Я просто подсматриваю, подглядываю, я рефлексирую, я воспринимаю, анализирую. Кто ваши учителя? Вам эти имена вряд ли что-то скажут. Может, они скажут зрителям что-то? Может быть, среди зрителей... Я тоже это оставлю при себе. Хорошо, ладно. Я когда перехожу к самой легкой для себя части, когда не я буду задавать вопросы, у нас есть такая игра в правду. Это французская игра. Значит, следующим образом мы играем. Здесь есть фишки четырех цветов. Вы вытягиваете фишку любую. И соответствующего цвета выбираете карточку. На карточке записаны вопросы. Красные вопросы – это откровенные, желтые – неловкие, голубые. Но подумать – белые – это свободные вопросы. Это, значит, я буду как-то импровизировать. Обычно гостей очень пугает, когда они в этих неловких вопросах встречают слово «партнер». Но в вашем случае, мне кажется, что вы отреагируете адекватно, потому что иногда вот некоторые музыканты прямо говорят, как так, почему партнер, почему не партнерша, и так далее. Я думаю, что здесь у нас сложностей не будет. Три вопроса. Аккуратненько. Интересно, давненько я не брала в руки карточку. Давненько вы не играли? Да. Так, я просто тяну, да? Да, они глядят, да. В этом. Ой, они приятные на ощупь. Вот это вот. Красные. Вот, красные. Просто сразу красные. Красные, красные. Ну, любую красную выбираете. Ну, вот, хотя бы эту. Без очков-то сейчас. Давайте я в очках. Какие привычки вашего партнера вас раздражают? Заметьте, я не спрашиваю, кто партнер. Я спрашиваю только про привычки, даже не я. Привычка? Да. Привычка подсаживаться на настроение. По большей части негативное настроение, например, мое. Вот у меня какое-то раздражение или там злость какая-то. Вот, и тут же вы рефлексируете, тоже впадает в злость, в раздражение. Я говорю, не надо. Ты, наоборот, должен меня как бы уберечь от развития моего вот этого дурацкого настроения, нивелировать ситуацию. Давай уже тренировать чувство юмора, сглаживать ситуацию. А ты как бы ее усугубляешь. Вот. Мы дискутируем на эту тему. Прямо увидел я вашего партнера. Ну, вот так, я имею в виду. Ничего, да? Да, отлично. А так вообще все путем. О, еще одну надо. Опять красную. А там, наверное, все поподстать. Нет, 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 давайте я просто ее теперь отложу. Я вам продемонстрирую, что у нас все по-честному, что они все... Вам второй раз красная, ну... Это как плохо перемешанная колода кар, да? А я вообще не перемешиваю. Так, ну, выбирайте. Ну, давайте, вот то, что лежит на поверхности. Давайте. С кем из бывших вам хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Вот. Это... О! Я не думаю, что это про Армению, но... Почему не исключение? А я вам так отвечу. Знаете, вот периодически под настроение, сегодня с тем, завтра с другим, после завтра встретим. Но иногда на какое-то мгновение вот возникают какие-то сентиментальные ностальгические настроения, когда вот, ну, с теплотой вспоминаешь и думаешь, а хорошо ведь было? Второй вопрос, который на самом деле утверждает меня в мысли, что вы человек настроения. Мне говорили, Светлана, человек настроения. Безусловно. Я вижу, что так, когда есть. Последний вопрос остался. Точно не красный. Я уже убрал кишку. Голубой. Это подумать, да? Это на подумать, да. Мы с этим совсем сложим. Выбирайте. Так. Ну, читайте. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Святое. Обязательно. Здесь сразу второй. Зачем? Зачем? Традиция. Во-вторых, прекрасная возможность сосредоточиться и вспомнить, все ли ты взял, ничего ли ты не забыл. Вот. Мысленно помолиться, пожелать себе и всем, кто с тобой отправляется в ходе удачи. Ну, такая маленькая медитация. Я обязательно, я всегда это делаю. Сейчас вы меня удивили. Почему? Ну, вы меня удивили, сказать, слово традиция, потому что я думал, что вы вообще говоря, ну, новатор, ну, как минимум творчество, что традиция, это вот традиция и в это, и в это. Нет, нет, я... Из параллельных вселенных. Ну, это я сделал для себя открытие. И еще открытие для себя сделал, что с правдой лучше не играть. Ну, так мы обычно заканчиваем. Я не знаю, почему именно так.